Обмен Алексея Навального на убийцу чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили, то есть на Вадима Красикова. Об этом стало недавно известно после смерти Алексея Навального в колонии. В частности, об этом сказала Мария Певчих, что они добились того, чтобы Вадима Красикова обменяли на Навального. И за день до его смерти, по ее словам, была достигнута договоренность, что такой обмен состоится. Но после этого Путин, по словам Марии Певчих, на следующий день решил убить Алексея Навального. Что из этого интересно для нас, для сторонников независимости, в частности Чечни и всего Северного Кавказа? А именно то, что почему-то убийцу чеченского полевого командира, человека, который боролся за независимость, его убийцу меняют на русского либерала, на человека, который всем сердцем ненавидел малые народы, на человека, который ненавидел в частности борцов за чеченскую независимость, за человека, который всему этому миру известен как шовинист, расист, националист и ксенофоб. Немало у него было таких высказываний, взглядов, участия в различных так называемых русских маршах и так далее, и так далее, и так далее. Почему убийцу чеченца меняют на этого человека? Ну или планировали поменять? Да, сейчас он умер. Убили его или нет, это другой вопрос. Но, скорее всего, Вадима Красикова также в будущем будут пытаться обменять на очередных русских либералов, которые противятся тому, чтобы Чечня обрела свою независимость, чтобы она вышла из-под оккупации Российской Федерации. Почему свобода шовиниста, ксенофоба, националиста, расиста, его свобода ценится выше, чем жизнь чеченского сторонника независимости? Почему жизнь чеченца настолько низка для русских либералов? Почему она не имеет никакой ценности? Не в этом ли заключается вся имперская сущность русского либерализма? То, что им плевать и чихать на малые народы России, не только на чеченцев, на ингушей, на дагестанцев, на башкиров, на бурятов, на чувашев, на черкесов, на всех, на ингушей, на осетинцев, на христиан и мусульман, вне зависимости от их религии, на все так называемые малые народы, которые находятся сегодня в клещнях России, в ее преступных имперских щупальцах? Почему наша жизнь ценится настолько дешево? Никак не могу понять. Второе, это то, что по какой-то причине русские либералы, да и вообще запад, не решился даже спросить мнение у семьи Зелимхана Хангашвили. А ведь это должно было сделать, они должны были сделать в первую очередь, спросить, что они думают по этому поводу. Ведь их мнение должно быть в этой ситуации важнее всего. Но нет, их не спросили даже. Почему? Спросите их. И только с их разрешения, если они вообще дадут разрешение, Вадима Красикова можно обменять на кого бы то ни было. Только с их разрешения. И первые на очереди должны стоять чеченские, кавказские узники, которые сидят сегодня в российских тюрьмах, намного больше, в большем количестве, чем русские либералы. Ведь русских либералов начали сажать совсем недавно. До этого, на протяжении десятков лет, сажали именно кавказцев, в том числе чеченцев. И русские либералы в большинстве своем, да, не все, но в большинстве своем, рукоплескали данной тенденции, данному произволу. И говорили, что чеченцы, в частности, это террористы, это экстремисты. И что им место в тюрьмах, как это делал любой рандомный, ну не любой, но большинство русских, из числа русских либералов, любой человек из них. Подытоживая, хочу сказать, что, во-первых, жизнь чеченца не должна стоить меньше свободы рандомного русского либерала. Да, мы понимаем, что они сидят абсолютно по произволу, что и того же Навального, несмотря на все его негативные качества, несмотря на всю его ненависть к малым народам и презрение, его посадили абсолютно незаслуженно. Но тысячи сидят до него незаслуженно, и он не пережил даже тысячной доли того, что пережили они, его бы хотя бы не пытали, так как пытали их током, избивая и так далее, и так далее, и так далее. Жизнь чеченца, жизнь кавказца не стоит меньше жизни башкиров, бурятов, дагестанцев, черкесов, не стоит меньше жизни христиан и мусульман. Почему русские либералы ценятся больше самими русскими либералами? Это и есть имперскость. И второе, это то, что нужно просить разрешения у семьи Зелимхана Хангашвили. Они в этой ситуации имеют первое место в том, чтобы выразить согласие, либо несогласие. Разрешение нужно просить у них в первую очередь. Они могут как согласиться, так и не согласиться. А если согласятся, то они имеют полное право выдвинуть список тех, на которых они могли бы согласиться, чтобы поменяли данного Вадима Красикова. Это их полное право. Я считаю, что все неравнодушные люди, политики, общественные деятели, блогеры, активисты, в первую очередь кавказские, в первую очередь чеченские, сторонники независимости имеются в виду, должны высказаться по этому поводу. И осудить то, чтобы Вадима Красикова меняли на русского либерала, какого бы то ни было, который в своей основе противится тому, чтобы Чечня, в частности, была независима, чтобы она вышла из-под оккупации России. Это все равно, что какой-то чеченец убьет русского либерала, а потом, допустим, меня кто-то попытается обменять на убийцу этого русского либерала. Весь русский мир поднимет вой по этому поводу. Они будут недовольны. И с их точки зрения, да и вообще со стороны, это будет справедливо. Так почему сегодня пытаются обменять убийцу борца за независимость чеченской национальности, его убийцу, на человека, который люто ненавидел подобных этому Зелимхану Хангашвили, который ненавидел тех, кто борется за независимость Чечни. Ведь мы знаем, что русские либералы в большинстве своем являются противниками тех, кто борется за независимость Северного Кавказа.